Органическое земледелие, принципы и практика. Добро пожаловать на канал Сельское хозяйство и огородничество. Сегодня мы расскажем вам о принципах и практике органического земледелия. Узнаете, как биологическое разнообразие помогает сохранить устойчивость экосистемы, как обеспечить растения с балансированным питанием для богатого урожая, и как бороться с вредителями без химии. А также, узнаете о практике компостирования и его важности для плодородия почвы. После просмотра этого видео вы не только узнаете много нового, но и сможете внести позитивные изменения в своем огороде. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, вместе мы сможем сделать наш мир зеленее и здоровее. Органическое земледелие, забота о земле и здоровье растений Органическое земледелие – это подход к ведению сельского хозяйства, который основан на принципах заботы о земле и здоровье растений. В его основе лежит использование натурального удобрения и отказ от пестицидов и синтетических удобрений. Этот метод позволяет не только обогатить почву природными элементами, но и сохранить ее плодородие на долгие годы. Органическое земледелие способствует более экологически чистому производству продовольствия и имеет положительный эффект на окружающую среду. Принцип бережливого использования природных ресурсов становится ключевым в органическом земледелии. Постоянное возвращение биоразнообразия и поддержание естественного цикла питательных веществ способствуют сохранению баланса в природе. Этот подход способствует более эффективному использованию ресурсов и уменьшению отходов в процессе сельскохозяйственного производства. Органическое земледелие требует большего внимания и трудозатрат со стороны фермеров, чем, например, традиционные методы ведения хозяйства. Однако, инвестиции в здоровье почвы и растений, а также уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду, окупаются благоприятными показателями урожайности и качества продукции. Органическое земледелие – это не просто метод производства сельскохозяйственной продукции, но и своего рода философия, направленная на создание устойчивой и этичной системы ведения хозяйства. Этот подход активно поддерживается многими общественными организациями и имеет все большее признание в мире как рациональный способ улучшения сельского хозяйства и обеспечения экологической безопасности. Биологическое разнообразие – ключевой фактор устойчивости экосистемы. Биологическое разнообразие играет важную роль в устойчивости экосистемы. Оно обеспечивает стабильность функционирования природных сообществ, способствует устойчивому круговороту питательных веществ и воды, а также уменьшает вероятность возникновения экологических кризисов. Интересный факт – биологическое разнообразие включает в себя не только видовое разнообразие, но и генетическое и экосистемное разнообразие, что делает его еще более важным для устойчивости природы. Один из главных показателей здоровья экосистемы – ее способность к адаптации к изменяющимся условиям. Биологическое разнообразие играет ключевую роль в этом процессе, поскольку различные виды, представленные в экосистеме, способны действовать как своеобразный страховой фонд. Увеличение биоразнообразия позволяет смягчать негативные последствия изменений климата, патогенов и других воздействий, делая экосистему более устойчивой к внешним угрозам. Пропадание видов является серьезной угрозой для биологического разнообразия. Причины утраты видов могут быть различными, включая разрушение среды обитания, загрязнение экосистем, изменение климата и незаконный контрабандный оборот редких видов животных и растений. Наша задача – сохранить этот уникальный биоразнообразный мир для будущих поколений и поддерживать устойчивое функционирование экосистем. Благодаря сохранению биологического разнообразия мы также обеспечиваем себе доступ к медицинским и пищевым ресурсам. Многие лекарственные препараты и средства для борьбы с болезнями находятся в природе, именно в видовом разнообразии заложен потенциал для открытия новых эффективных лекарств. Поэтому сохранение биоразнообразия – это необходимость не только для природы, но и для человечества в целом. Сбалансированное питание растений – залог богатого урожая. Растения, как и любые другие живые организмы, нуждаются в сбалансированном питании для оптимального роста и развития. Важную роль в этом процессе играют макро- и микроэлементы, необходимые растениям для синтеза белков, углеводов и других важных органических соединений. Например, азот, фосфор и калий считаются основными макроэлементами, обеспечивающими нормальное функционирование растений. Кроме основных макроэлементов, для здорового роста растений также необходимы микроэлементы, такие как железо, цинк, медь и марганец. Несмотря на то, что микроэлементы требуются растениям в намного меньших количествах по сравнению с макроэлементами, их роль в обеспечении нормального роста и развития также критически важна. Недостаток хотя бы одного из необходимых элементов может существенно снизить урожайность и качество урожая. Одним из способов обеспечения растений всеми необходимыми питательными веществами является применение удобрений. Современные технологии позволяют создавать специализированные удобрения, содержащие оптимальное соотношение основных и дополнительных элементов для различных культур. Однако важно помнить, что избыток некоторых элементов также может оказать негативное влияние на рост и здоровье растений. Сбалансированное питание растений это не только залог богатого урожая, но и важный компонент устойчивого земледелия. Поддержание оптимального питательного режима способствует не только экономическому успеху сельскохозяйственных предприятий, но и сохранению природных ресурсов и биологического разнообразия. Методы борьбы с вредителями без химии, сохранение экосистемы огорода. Для борьбы с вредителями в огороде существует множество методов, которые не требуют применения химических пестицидов. Один из таких методов – биологическое контролирование, когда используются живые организмы, к примеру, хищные насекомые, для уничтожения вредителей. Этот подход дает возможность избежать негативного воздействия химии на экосистему огорода и сохранить баланс в природе. Важно помнить, что многие вредители имеют естественных врагов, которые могут быть использованы в качестве биологического контроля. Другим эффективным методом борьбы с вредителями является применение механических или физических способов, таких как ручная сборка вредителей или использование преград для защиты растений. Эти методы могут быть трудоемкими, но они позволяют избежать применения химических средств, что благоприятно сказывается на здоровье растений и экосистеме в целом. Важно подходить к борьбе с вредителями Гансхейтлич целостно, учитывая не только негативные последствия для урожая, но и для окружающей среды. Кроме того, существуют такие методы, как использование растений-отпугивателей, которые отпугивают вредителей своим запахом или внешним видом. Например, многие ароматические травы, такие как мята или базилик, могут служить неплохими отпугивателями насекомых. Этот метод не только помогает бороться с вредителями, но и способствует разнообразию растений на огороде и созданию благоприятной среды для полезных насекомых. Таким образом, выбор методов борьбы с вредителями без химии не только способствует сохранению экосистемы огорода, но и дает возможность создать устойчивую и здоровую среду для растений и животных. Практика компостирования, ресурсосбережения и плодородия почвы. Компостирование – это простой и эффективный способ переработки органических отходов в плодородное удобрение для почвы. Одним из ключевых преимуществ практики компостирования является ресурсосбережение. Вместо того, чтобы отправлять органические отходы на свалку, где они могут выделять вредные газы, они могут быть превращены в полезное удобрение. Кроме того, компостирование способствует уменьшению объема отходов, которые попадают на свалку, что является важным шагом в сторону устойчивого обращения с ресурсами. Однако, компостирование также имеет и другие выигрыши, в частности, плодородия почвы. Компост является богатым источником питательных веществ, которые постепенно высвобождаются в почву и обогащают ее. Это способствует улучшению структуры почвы, удержанию влаги и обеспечению необходимого питания растениям. Последствия такого улучшения плодородия могут быть заметны уже после первого сезона использования компоста. Кроме того, использование компоста способствует борьбе с эрозией почвы, она улучшает ее водопроницаемость и способствует улучшению общего микробиологического состояния. Этот комплекс позитивных эффектов делает компостирование не только ресурсосберегающей практикой, но и важным элементом устойчивого земледелия. Таким образом, введение практики компостирования не только позволяет эффективно использовать органические отходы, но также приводит к улучшению качества почвы и росту урожаев. Органическое земледелие, принципы и практика. Спасибо, что посмотрели наше видео о принципах и практике органического земледелия. Надеемся, что вы узнали много нового и готовы применить полученные знания на своем огороде. Ждем вас на нашем канале Сельское хозяйство и огородничество, где вы найдете много интересных роликов на тему сельского хозяйства и огородничества. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео, и поставьте лайк этому ролику, чтобы поддержать нас, вместе мы можем сделать наш мир зеленее и здоровее.